Продолжение следует... Продолжение следует... Вернее, рассказать вам о том, как, по моему предположению, 4,5 миллиарда лет тому назад, когда возникла Земля, ионы, которые были тогда и которые есть в каждом из нас и сейчас, определили не просто физико-химию, определили и в некотором смысле, или в прямом смысле, анатомическую конструкцию тела тех организмов, в которых они принимают участие в физиологических процессах. Вообще, я несколько предварю все, что я скажу потом, только в одном. Я считаю, что физиология – наука, которая будет всегда пока жива человечеству, так же, как и анатомия. И все новые науки, они замечательные, без них невозможно развивать исследование. Но физиологический подход имеет ключевое значение, поскольку он определяет возможность понять, как развивалась, как жива и чем живет функция. Поэтому я сделал первую картинку о том, что такое физиология. Физиология, с моей точки зрения, это наука о смыслах живого существа и его элементов, которые определяют целостность организма. И здесь Павел Милославович где-то… Павел Милославович? Вот, Павел Милославович. Я хочу вспомнить Павла Милославовича, который прислал мне письмо год назад, полтора назад. Моя работа о том, что такое физиологическая целостность, вышла в «Шпрингер», и Павел Милославович прислал мне выдержку из резюме этого издательства. Работа попала в топ-10, но не потому, что ее хорошо цитировали, или она кому-то понравилась. По другому критерию, о котором я вообще не знал, что она существует. Количество распроданных оттисков этой работы, файла. Поэтому я думаю, что понятие целостности, о котором я буду сегодня много говорить, имеет определяющее значение, чтобы понять, как из элементов строится целое. Итак, мой рассказ о том, что было 4,5 миллиарда лет тому назад, когда возникла Земля, и о том, какой ион был избран природой для клеток и для околоклеточного вещества, почему был избран. Речь идет о двух ионах, о натрии и калии. 4,5 миллиарда лет появилась Земля, потом она остыла, и появилась гранитная поверхность. Были дожди, появились первые озера, и через какое-то время появилась жизнь. И так как мы с вами говорим о натрии и калии, мне хотелось дать физико-химические характеристики того и иного иона. Чем они отличаются? Почему выбран один, а не другой? Это вот здесь эта таблица, но она не помогла, потому что здесь она не дает ответа на ключевой вопрос. Почему природа выбрала на калий для... Я дам на него ответ через несколько минут. Почему природа для клеток выбрала калий, а для околоклеточной жидкости надо? Ну, вот вы все кончали школу, кончали институты, и везде говорят о том, что жизнь зародилась в море. Жизнь. Так вот я вам хочу показать, что это невозможно, теоретически невозможно. Об этом писали и Александр Генецинский. Жизнь возникла в воде океана Палеозойской эры. В книге Просера, вы, наверное, многие, сравнительные физиологи, об этом было. Жизнь зародилась в море, в океане. А это невозможно. Сейчас я вам покажу, почему. Воды не надо. Представьте себе, что перед вами эта клетка, которая зародилась 4,5 миллиарда лет тому назад. Что такое клетка? Ну, это то, что вы все знаете. В клетке есть натриевые каналы, калиевые каналы. И внутри клетки калий, а вне клетки натрий. Ну, это общепринято, правда, все это есть. Вот эта клетка. А теперь представьте себе, как в море может войти в клетку калий. Как? Для этого нужна натрия калиевая фаза. Нужен какой-то насос. А где его взять? Белок нужен? А ничего этого нет. Есть голая поверхность земли, на которой появилось озеро. И я понял, что калий сюда не загонишь без того, чтобы иметь белок, который будет служить основой транспорта иона в клетку. Значит, жизнь не могла возникнуть в море. Теоретически просто нечем было загонять. И тогда возникла идея, что жизнь возникла в калиевых озерах. Но мы их никогда не видели. Были ли калиевые озера или не было? Надо было сначала дать обоснование. Я вам расскажу через полминуты, почему так. Надо было дать обоснование, что были калиевые озера. И я стал породу брать в метро, когда строили в городе метро. В общем, все это не сильно помогало. И я мне прислал письмо академик Эрик Михайлович Галимов, директор Института имени Вернадского. И тогда вместе с ним была выполнена большая очень работа по исследованию состава, ионного состава первых водоемов, которые были на Земле. Вот эта работа, она была опубликована. И суть ее сводится к следующему. Как меняется состав, как теоретически мог меняться состав среды водной в зависимости от концентрации СО2 и тех элементов, которые были в первых гранитных породах. И оказалось, что есть зона, в которой будет высокая концентрация калия. Было впервые показано Минститутом геохимии существование калиевых озер. И вскоре я прочитал работу, которую выполнил Александр Сергеевич Спирин, академик Спирин, очень известный специалист в области химии белка. И он показал, что лучшей, или вернее единственной средой, оптимальной для образования полипептидов и белков, является наличие в этой среде ионов магния и ионов калия. И тогда вместе с академиком Дубиной мы провели исследование о том, какая цепочка полипептидная может возникнуть в одинаковых условиях в среде калиевой и натриевой. И оказалось, что если среда калиевая, вот здесь синеньким показано, то образуются полипептиды очень большим числом в этой цепочке аминокислот. Если натриевая, то образуется 2-3 пептида, 3 пептида, тетропептида и больше не увеличивается. Тем самым была показана возможность возникновения живого в калиевой среде. После этого нам удалось прийти к заключению, что выбор иона калия в качестве основы возникновения в эволюции клетки связан с его ролью, обязательным участием в построении полипептидов, белков и построении живых систем. Когда появилась первая клетка калиевая внутри, тогда возникло у этой клетки желание пойти в ту среду, где больше еды, где лучше жить. И вот тогда появилась система, которая обеспечила натриевой среде выживание этих клеток. Появились натриевые каналы. Вот они. Сейчас все выйдет, и вы увидите, как это было. Появились натриевые каналы, появились клетки, и появились две... Вот это мне хотелось... Это очень важно, чтобы понять. Появились две линии жизни. Одна линия жизни в виде возникновения растений, и вторая – животных. В чем, с моей точки зрения, ключевая разница? Я не говорю о фотосинтезе, а во всем другом. У животных появилась внутренняя среда, у растений этого не появилось. Это было дешевле, проще, и вы увидите через несколько минут, как много энергии тратят живые организмы. Вот все вы тратите на то, чтобы обеспечить себе ту прекрасную внутреннюю среду, в которой, возможно, рождается мысль. Итак, появилась внутренняя среда у растений и животных. Но внутренняя среда у животных требует огромных энерготрат. И вот идея о внутренней среде в организмах... Я вот сейчас скажу одну вещь, и очень попрошу вас это запомнить. Система гомеостаза – это постоянство состава физико-химического внутренней среды. Не дай бог, я просто не выдерживаю этого, и никто не... Вы сейчас поймете. Не может быть гомеостаза клетки. Потому что клетка живет, и в ней непрерывно происходит активный обмен веществ. Она не может быть постоянной. Но чтобы она могла работать так, как ей удобно, уютно, хорошо, нужен гомеостаз, постоянство среды около клетки. Именно это обеспечивает развитие жизни и любые адекватные реакции клетки как таковой. И вот это придумал Клод Бернард и написал об этом. Это был 1789 год. Итак, первый вывод. Многоклеточные потребовали для своего развития системы гомеостаза – постоянства внутренней среды. Для чего она нужна? Вот представьте себе, что это не этот зал, и можно и этот зал. Что вы сделали, когда вы вошли в зал, перед тем, как Михаил Леонидович попросил меня начать эту лекцию? Или Михаил Аркадьевич. Ну, давай Михаил, все равно. Ну, оба попросили. Что они сделали? Тишина. Что обеспечивает тишину в зале? В зале тишину. Вот если это Ленинградская государственная филармония, перед тем, как дирижер встанет и начнется концерт, наступает тишина. Стабильность внутренней среды – это и есть физико-химическая тишина, которая необходима, чтобы любой клетке можно было полной силой выполнять свои функции. Теперь следующая проблема. Она очень интересная. Я крайне удивился, когда я увидел первых этих. Есть две системы. Мы привыкли к тому, что в нашей крови доминирует натрий. Знаем норму. Я потом скажу норму каждого из вас, сидящего в зале. Но потом, а вначале? А может быть калиевая кровь или не может? Я даже мог бы сейчас провести голосование. Кто за то, что существуют организмы, животные, у которых кровь калиевая? Ну, один, два, два, три. Всё. Существует. И я вам покажу этих животных. И мы с вами обсудим проблему безумно интересную. А как же жить животному, организму в калиевой среде? И здесь вы увидите, что произошла перестройка анатомических структур. Меня так это увлекло, что я решил, когда ко мне обратился, выступить с лекцией. Я не собирался, потому что мне предлагали прочитать ту лекцию, которая была на общем собрании Академии. Но там была другая. Итак, вот это тоже очень интересная картина. Итак, отношение натрия к калию. Оказалось, что оно практически одинаковое. Две сотых, три сотых, четыре сотых. Во всей Вселенной. И академик-астрофизик, с которым я разговаривал, сказал, что это потрясающая вещь. Это константа Вселенной. Но оказалось, что это константа такая же точно в океане и точно такая же в сыворотке крови у нас с вами. Но в клетках, если их взять, там всё наоборот. Отношение будет к калию в 10 раз больше, чем натрию. Тогда возникает следующая проблема. Как же её поддерживать? Итак, для натриевых животных, для натриевых организмов, для человека основным органом поддержания стабильности концентрации натрия в крови служит нефридий, протонефридий, метонефридий, почка. Как они устроены? Сейчас я вам покажу. Это одинаковый принцип. Во всех этих случаях принцип работы следующий. Вот здесь это видно. Жидкость фильтруется в почных клубочках. Все нужные вещества всасываются в канальцы, а то, что не нужно, выделяется наружу. А вот для калиевых животных вы увидите совершенно другая система. Вот это моя картинка. Я её делал, это гистологическое исследование. У круглородых, у минок, как выглядит. Вот. Фильтрация, вот это гломус называется, а это как происходит фильтрация жидкости. Там она входит в канальцы. Это структура нефрона человека и млекопитающего. Это была специально создана международная комиссия, я в неё входил. И мы много лет работали и сделали единую международную систему, которая описывает структуры почки. Для того, чтобы во всех работах, которые занимаются исследованием почек, был одинаковый подход, одинаковая трактовка функциональной роли отдельных элементов. Это данные наших исследований о соотношении натрия и калия у минок, рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Везде, во всех случаях, калия меньше, чем натрия, и этот натрий-калиевый коэффициент, ну, примерно 0,025. А теперь, это, я думаю, тут много преподавателей, вам будет это интересно. Я имею в виду профессоров вузов. Вы называете почку органом выделения. Это не так. Она действительно что-то выделяет. Но не в этом её суть. И у каждого из вас, вам это важно знать, что если это испортится, не дай бог, надо это чинить, либо предотвратить. Итак, для чего нужна почка? Почка нужна для того, чтобы был постоянный объём всей неклеточной жидкости в организме. Почка нужна для того, чтобы обеспечить регуляцию артериального давления. Почка нужна и выделяет специальный гормон для постоянства свёртывания крови. Почка нужна для регуляции баланса каждого иона. Почка определяет хорошие белки от плохих. Плохие она фильтрует и превращает в аминокислоты. На этом было основано выживание ленинградцев во время блокады. Почка нужна для синтеза глюкозы. Почка поддерживает постоянство концентрации ионов. Почка нужна, наконец, и для того, чтобы поддерживать постоянство уровня иммуноглобулинов крови. А теперь очень важная картинка. Вот почка делает всё то, что я вам только что сказал. Для чего? Для того, чтобы мозг и всем его сенсорным системам было хорошо работать. В этом смысл. Поэтому кровоснабжение, вот это удивительная вещь, кровоснабжение почки намного больше, чем на грамм ткани кровоснабжение мозга. Потому что нужно обеспечить исключительно у человека исключительно высокую стабильность параметров внутренней среды. Что происходит в эволюции? Когда-то, когда я вот эти все исследования проводил, я удивился. Ведь что считается? Есть почки, есть так называемые физико-химические, стабильные физико-химические процессы. Я время смотрю. Есть, есть. Клубочек оказалось, что чем... Если взять амфибий, если взять рыб, круглородов, рептилии, амфибии, даже птиц, у них у всех уровень клубочковой фильтрации относительно низкий. Только у млекопитающих врезко растет во много раз клубочковая фильтрация. И более того, растет не только клубочковая фильтрация, но и растет у этих животных организмов, растет... Почный кровоток. Почный кровоток составляет 25% отминутного кровотока. Каждую минуту у каждого из вас 25%. Это огромные энерготраты. Для чего это? Чтобы вы хорошо думали. Более того, глумулярная фильтрация в сутки. Более тонны крови прокачивает через почву. Тонны. 180 литров фильтруется, и только в лучшем случае 1,5-2 литра выделяется. Тогда возникает вопрос. Зачем все это делать? И как это сделать точно? Я вам сейчас покажу. С моей точки зрения, почка – это не орган выделения, а орган сохранения нужных веществ крови. И если это так, я вам тоже это покажу. Я предлагаю новый термин и новый подход к проблеме реабсорбции веществ в почве. В проксимальном канальце, который вообще считает, что он так, между прочим, вернее, там всасывается постоянно одно и то же количество жидкости, и это физико-химический процесс, ничем не... Да все не так. Вот это данные о кровотоке через почку 360 миллилитров в минуту на 100 грамм веса, мозг 50, сердце 70. Вы увидите, насколько важно поддержание постоянства внутренней среды. Итак, реабсорбция жизненно важных веществ происходит в проксимальном канальце, но не физико-химическим способом. Ну, в том смысле, что это не слепой процесс. А я считаю, что это процесс, при котором происходит всасывание крови жидкости идеального состава. Там 150 натрия, 5 калия и так далее. Почему это так? И это исключительно важно, потому что... Проксимальный каналь... Вот теперь минутку. В проксимальном канальце всасывается 100 миллилитров. Из проксимальном канальца из них... Вернее, фильтруется 100 миллилитров, 70 всасывается в проксимальном канальце. Но там нужно всасывать все органические вещества. Неорганика пройдет дальше. Все органические должны быть там убраны. А как... Если это один к одному, это понятно. А если не один к одному, то как сделать? И оказалось, что здесь молекулярная биология сделала огромный подарок тем, что занимается физиологией почек. Оказалось, что транспортеры в начальной части проксимального канальца, реабсорбирует натрий и данное вещество один к одному, а в конечных частях два натрия к одной глюкозе. Зачем два натрия? Там транспортер глюкозы. Зачем два натрия? Чтобы выбрать всю глюкозу, и она не терялась с мочой. То есть там разные соотношения, ну и разные молекулярные процессы, определяющие транспортные вещества. Значит, вот это очень важная вещь, которую мне хотелось до вас довести. Имеется много транспортеров натриевых. Это почка, работающая на фильтрации при натриевой доминанте в крови. Но каждый из этих процессов имеет разные транспортеры. Он разными веществами регулируется и контролируется. Это еще одна проблема. Она вообще никем не решена. Вот я нарисовал клетку, и здесь видно 7 мест в клетке, в которых каждый из процессов транспорта модулируется разными механизмами. Я не буду вам морочить голову, как разными гормонами, разными простагландинами. То есть это очень точная регуляция, подходящая к каждой клетке. Тем самым обеспечивается стабильность реабсорбируемых и нужных веществ. Как работает эта система? И это снова, я назвал это, ренализация гомеостаза. То есть чем выше животное в эволюционном ряду, тем большую роль играет почка в этих процессах. У низших животных имеются дополнительные железы, которые могут секретировать натрий, калий, и какие-то другие ненужные вещества. Только у млекопитающих вся сила гомеостатической реакции принадлежит только почке. Это привело к тому, что генетически, если выходит из строя та или иная система в геноме, то это отражается на появлении того или иного, той или иной формы патологии. Ну, я имею в виду здесь, я вам сейчас покажу, как мы научились это лечить. Если нарушается ген, обеспечивающий данный экотранспортер, появляется аминотрофический боковой склероз, появляется семейная глюкозурия и так далее. Но появляется еще одна крупная неприятность. Это дети при пневмониях разных. У детей часто легкие вовлекаются. Нам удалось разработать методы, показать, что ребенок не пьет, а его заставляют пить. И это катастрофа. Обводят в кровь гипотонические растворы. Смертность огромная, 33%. И только для того, чтобы избежать этих явлений, мы исследовали, как это оказалось, что в легких в этот момент появляется синдром неадекватной секреции вазопарисина. И в этом случае выделяется вне почечный, вне гипофизарный вазопарисин. И это приводит к тому, что вода всасывается, когда она должна была бы выделяться в почек. Лечить просто, когда диагноз поставлен. Дать вещество, тормозящее клеточное действие вазопарисина. А когда не знаешь, появляется огромная летальность в этих случаях. В результате этих исследований нам удалось сделать, ну я в кавычках скажу, географию распределения подтипов рецепторов почки. Меня пригласили, мы напечатали обзор на эту тему штата. Он недавно вышел, большой. И вот эта картинка демонстрирует не только разные молекулярные механизмы транспортной их регуляции и разную локализацию внутри нефрона. Такая система не только у млекопитающих, у позвоночных, но такие же органы имеются и у, я имею в виду, как почки, у разных беспозвоночных животных. А теперь мы перейдем к животным, у которых калиевая гемолимфа. А вот если калиевая гемолимфа, калиевая кровь, вот тогда возникает новая система выделения ненужных органических веществ. Это мальпигевый сосуд. Вот справа, это насекомые с натриевой гемолимфой, а слева, вот она, это насекомые, у которых калий превышает концентрацию натрия в крови. И вы сейчас увидите, какие анатомические преобразования требует этой реакции. Значит, это большая группа, разные виды насекомых, у которых калиевая гемолимфа. Итак, если у большинства животных почка, там где натриевая, коэффициент 0,25-0,0,25, то у этих коэффициентов в гемолимфе калия к натрия 5,8. Что у них происходит? У них не только нет мочеточников, у них моча не выделяется наружу таким образом. Она от мальпигевых сосудов поступает в кишку, в кишке те вещества, которые нужны дополнительно в сосуды, и выделяется кишкой. То есть имеются анатомические, в зависимости от доминантного катиона крови, меняется вся структура, связанная с выделением веществ из организма и перестройкой физиологического аппарата. Вот это разница между натриевыми животными и калиевыми. У них совершенно иная структура этой системы. Если у нас с вами фильтруется и реабсорбируется, выделяется, то там только система секреции в кишку. Таким образом. А дальше возникает вопрос, который вообще требует внимания. Что же такое? Есть ли калиевая гемолимфа и калиевые клетки? А вы-то все нейрофизиологи, ну, большинство в зале. Как же жить дальше? Как устроено все остальное? Оказывается, это безумно интересно. Нам удалось выяснить в лаборатории, каким образом это происходит. Оказалось, что у тех животных, у которых калиевая гемолимфа, в крови осмоляльность крови выше, чем у других животных. Она очень высокая. В крови калия концентрация по отношению к натрию 40-х возраст. Но в клетке то же самое, что у нас с вами. Каким образом? Высокая осмоляльность крови дает возможность загонять в клетку еще больше натрия. Осматически это выравнивается. И тогда возникает тот же тип потенциала, который возникает и у нас с вами. То есть природа использовала те же клетки, но только измененную совершенно систему преобразования внутренней среды. Таким образом, у этих животных гиперосмоляльность и замена почек мальпигиевыми сосудами привела к тому, что у них больше калия в клетке и сохраненный тот же опыт. Еще одна проблема, в которой мне хотелось остановиться, и очень важная, кстати, всех сидящих в зале. Вам сейчас реклама говорит, вот видите, тут вот вода, пейте много воды, а вы знаете, что это самый больший яд для организма? Посудите сами, для того, чтобы все клетки нормально работали, это вы ни от кого не услышите. Я вам покажу эту, сейчас покажу. Вот клетка нормальная, вот она улыбается, если в крови 280 миллиосмолей на литр. Но если поднять осмоляльность крови, все клетки будут сморщиваться. А если много воды выпить, они будут набухать. Что делает этого, вы никогда не слышали. То, что я сейчас... Это на самом деле у каждого из вас есть новый тип безусловного рефлекса, о котором вы ничего не слышали. Неусловного, на этой базе будет условно. Итак, через... Это сделано в нашей лаборатории, здесь сидят те сотрудники, которые делали. Итак, если вы выпьете воду, она всосется. И она должна дальше... То, чему выучите студентам. Вот, это схема осморецептора, выделяется вазопрессин, идет в почки, он меняет реабсорту жидкости. А теперь, что происходит на самом деле? А на самом деле происходит следующее. Итак, это новый тип рефлекса, о котором я вам хочу в двух словах рассказать. Итак, ребенок, вот и не ребенок, вот стаканчик перед Михаил Леонидовичем, вот пьет воду. Через две минуты при растяжении желудка выделяется, это мы сделали на здоровых людей, глюкогоноподобный пептид-1, который немедленно поступает в кровь и говорит почке, что нужно либо избыток жидкости, либо избыток воды вывести из организма. Мы нашли механизм перестройки работы почки, и это обеспечивает выведение воды так быстро, как нужно для организма, для того, чтобы не набухали клетки, чтобы их объем, стройность, вот все девушки здесь видят, как вы бьетесь за то, чтобы сохраниться всю жизнь с той же юношеской талией, какая сейчас у вас. Итак, что происходит? Убежала, ну ладно. А вот. Значит, пьете воду, выделяется глюкогоноподобный пептид, он бежит к почке, меняет реабсорбцию жидкости в проксимальном канальце. Это дает больший приток жидкости в дистальной, и тут начинают действовать гормоны, которые регулируют работу дистального канальца и объем выделяемой жидкости. Это все делается только для того, чтобы не было у вас избытка в крови воды, чтобы поддерживать постоянность осмоляльности крови. Еще одна проблема, которая очень важна, это выбор из большого числа одинаковых регуляторов, которые влияют на реабсорбцию. Я не знаю, как это Господь Бог делает, каждый из вас делает, вам виднее. Я вам сейчас покажу. Вот имеется несколько типов ионных каналов. Имеется несколько типов регуляторов. Вон количество регуляторов транспорта натрия. Четыре увеличивают реабсорбцию натрия и восемь уменьшают. Каким образом подбирается то сочетание, которое обеспечивает оптимальный состав крови? Но врач-то должен это знать. Врач должен влиять только на то, что нужно. Еще одна вещь. Вот вы в аптеку, хотел сказать, в поликлинику ходите, наверное, иногда. Я сейчас кончаю, кончаю. Я у меня, вот часы, я смотрю. Я вовремя кончу. Это касается каждого из вас и требует вообще, на самом деле, пересмотра стандарта. По стандарту, в крови у каждого из вас калий от 5,2 до 4,5. И натрия там 135, или 127, 142. А теперь, что происходит на самом деле? Я сделал. Вот. Это картина. Я ее нарисовал на данных более, это несколько тысяч обследованы. Вы посмотрите. Натрий у новорожденных внизу. Значит, натрий-калевые отношения порядка 28. А если вам там 90 лет, 80 лет, 70 лет, у вас будет другая величина. Значит, надо не вообще сравнивать, а с данной величиной. А почему так надо? Я вам сейчас покажу картинки. Натрий-калевые отношения в зависимости от формы патологии. Вот это ковид. Студентом, вернее, выпускником медфака. Мы вместе это сделали и посмотрели при ковиде. Три группы взяли. Это вам будет интересно всем. Это на самом деле цена жизни, эта картина. Не моей, а цена жизни больных. Вот. Это норма, 32. Если легкая форма, 32. Если тяжелая, 37. И если человек на 100% уйдет на тот свет, 57. Это мы знали за 2-3 недели до кончины. Значит, нужно найти клинические способы, которые помогли бы в этот момент перевернуть эту систему и вернуть организм к норме. Вот это то, что дает нам физиология и то, что имеет исключительное значение для каждого из тех, кто ходит на прием к врачу. Такая же картина была получена нами при обследовании данных на космонавтах наших и на американских... Это астронавты. Я когда-то с ним вместе работал. Это 195 американских астронавтов. До полета и после полета. Только пребывание в полете дает увеличение этого параметра. Значит, надо понять, что это такое. Таким образом, не только концентрацию натрия и калия надо, но и надо это отношение использовать клинически для того, чтобы лучше понимать природу развития патологических состояний. Ну и, наконец, последнее, теперь уже касающиеся физиологии, только это... Что такое физиология? Если взять китайский иероглиф и перевести на русский язык, это называется логика жизни. Вот картинка, я читал лекции в Пекине, и там они мне сделали... На самом деле, если говорить о цели... Я не знаю, мне так кажется. Это мы должны коллегиально на этом съезде подумать об этом, потому что это дело нашего сообщества, и в этом исключительное значение таких событий, как съезд к физиологу. Почка – это цель. Понять, как организован, соткан целостный организм из молекулярных компонентов. Именно целое. Потому что по частям, это не выйдет, вот самолет, шасси хорошее, оружие цены. Второе. Найти способы, познать способы регуляции при адаптации к вызовам внешней среды. И, наконец, несколько лет тому назад я увидел эти слова у экклезиастов в Ветхом Завете. Время разбрасывать камни – это функциональная морфология, физиологическая химия, то, что было с физиологией в XIX веке. А сегодня – это реальная физиология. Это проблема выбора молекулярных механизмов. Это оптимизация способов регуляции. Ну и в заключение. Член-корреспондент Академии наук Николай Иванович Пирогов сказал, что нашим больницам недостает еще тесных связей с душой, наукой. Я думаю, что это правильно сказал. И если больницы обратятся к нам, это будет великое благо. Это должна быть дорога с двусторонним движением. Спасибо вам. Дорогой Юрий Викторович, огромное спасибо. Это именно такая лекция, которая и должна была бы быть при открытии съезда физиологов. Спасибо большое. Следующая лекция Академика Ткачука. Продолжение следует.